Шесть иностранных граждан в результате проверки выдворены за пределы Российской Федерации за нарушение действующего законодательства и правил пребывания в России. Действия еще одного нарушителя возмущают власти Анапы и Анапчан на земельном участке. В поселке Большой Утриш хозяин участка начал капитальное строительство. Позицию администрации города-курорта на планерке высказала первый вице-мэр Анапы Светлана Ировая. В 10-м году по решению районного суда был такой рыболовецкий, рыболовецкая хозяйство, дружба. Обязали администрацию заключить договор купли-продаж на данный земельный участок. Впоследствии собственникам становятся физические лица. Важно то, что на сегодняшний день там ведется капитальное строительство. Территория, вообще это пляжная территория, в свое время было изменено, тоже в 10-м году целевое назначение данного земельного участка. На сегодняшний день в нашем генеральном плане данная зона имеет рекреацию, назначение рекреации. То есть это не капитальные легкие конструкции, выносные столики, лежаки, навесы. Но никоим образом не то, что мы сегодня наблюдаем. Чтобы не быть просто наблюдателями, администрации подано два исковых заявления о прекращении деятельности. Второе заявление о сносе данной конструкции. Соответствующая информация ушла в органы прокуратуры, в том числе и в природно-охранную прокуратуру. На сегодняшний день строительство продолжается. Собственник совершенно цинично заявляет, что что хочу, то и делаю. Это моя собственность. На сегодняшний день официальный запрос пойдет в суд районный, так как не назначено к рассмотрению ни один изыска. Не определена ни дата, на вчерашний день, по крайней мере, ни судья. Политика двойных стандартов в Анапе не действует. Закон един для всех. Одинаково защищает законные интересы и права законопослушных граждан и предусматривает санкции за невыполнение требований. Подрядчик, компания, выполнявшая ремонт роддома, отстранена от работ. Торги, которые мы проводили по роддому, по капитальному ремонту, на сегодняшний день контракт расторгнут. То есть мы сумели юридически доказать нерадивному заказчику, что в случае его какого-то сопротивления или неисполнения обязательств, последствия в правом плане будут еще плачевнее. Но в то же время сроки мы срываем, и сегодня вынуждены вновь выходить на торги и готовим соответственно техническое заказание. Четкое выполнение обязанностей и в установленный срок – задача для всех служащих одинакова, поэтому подготовку к майским праздникам 1 и 9 мая начали уже сегодня. На этой неделе будет готов сценарный план праздников. До 10 апреля проведут оргкомитеты. 2 апреля в Анапе проверят систему оповещения. Сигнал сирены проверочный для безопасности. Дополнительно проверят транспорт, осуществляющий пассажирские перевозки. Управление ЖКХ продолжит работы по разметке бордюрного камня, приступит к покосу травы на газонах. С 31 марта по 25 апреля в Краснодарском крае пройдет Всекубанский месячник по наведению порядка. Уже сегодня начинается очистка лесополос, уборка кладбищ, придворовых территорий. В субботу 5 апреля на Театральной площади пройдет День здоровья. Консультации проведут краевые врачи, в поликлинике и в мобильных точках. С 10 до 14 часов. Продолжение следует... Продолжение следует...